Всем привет, друзья, с вами Андрей Хориев, канал Футбол, это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за Ювенту. Кстати, Квинси Промес переходит в Барселону, интересно на это будет посмотреть вообще. И теперь мы сыграем первым составом, моим самым боевым, против Дженуа. Это наш второй соперник в чемпионате. Поехали. Думаю, Кришчано Роналдо сможет сегодня забить пару баночек. Итак, вот готовятся и игроки Дженуа к сегодняшней встрече. Для них это, наверное, более важная встреча, чем для нас, потому что для нас только там Наполи, Ромал, Лацо, можно даже сказать, Милан, Интер. Вот они главные соперники, но Дженуа тоже хороший соперник, хорошие игроки там собраны и борются даже за Еврокубки этот клуб. Можно было и поточнее сыграть, никто тебя не держал. Пушка от Дебала, и это гол, друзья. Павла Дебала забивает свой первый гол в этом сезоне вот таким шикарным ударом в девятку. Шикарная передача от Матьюди. Но Дебала просто король лонгшота вот отсюда вот, посмотрите. Получил и просто в касании. Прямо как в матче за Суперкубок против Лацо тоже Дебала с лонгшота в девятку. Ну, не девяточка, но над перекладиной, но это смачный удар, друзья. И Дебала забивает дубль, прямо как в матче против Лацо. И отличный гол забивает аргентинец. Шикарно здесь и Бэйл навесил, но и Дебал забивает уже только правой ногой теперь. Но также все-таки нельзя не сказать, что это гол некрасивый. Все-таки шикарная обработка мяча. И пенальти, друзья. Джорджи Келлини здесь. Но он по мячу уже пнул. Это сразу же видно было. Покажите мне этот момент. Вот. Он же пнул по мячу. И так. Ой, развел. Я вообще думал по лицу там смотрел, что вроде вправо должен был бить. Но вот так вот Ювентус пропускает с пенальти. А в первом туре мы забивали именно с пенальти. Пока что Алисон. Не получается у него сухого матча. Пока что два матча за Ювентус и ни одного сухого. Вот. Вот здесь, наверное, он в последний момент изменил свое решение. Но немного не получилось. А вот сейчас Крещану Роналду забивает головой с углового. Первый гол Роналду в чемпионате Италии. Первый матч Роналду в чемпионате Италии. Первый же гол. И снова он, друзья, забивает с углового. Ну, главное, есть, если что, у нас такой игрок, который может в нужный момент отыграть головой и выйти вперед, и вывести команду вперед. Так же это было. И какой сейчас шикарный гол мог бы забить Гаррет Бэйл. 3-1. Заслуженная, мне кажется, победа. Мы здесь точно переиграли. Ну что же, вторая победа подряд против итальянских команд. Дебало лучший игрок, бесспорно. И мне кажется, что вот именно похожая ситуация происходит с Неймаром в реальной жизни. В том году, когда он только перешел из Барселоны в ПСЖ, он также был, ну и даже не в том году, да, он и сейчас, от зимы, наверное, уже прошлого года, он находился в тени как Ковани, так и Мбаппе теперь уже. Так что, мне кажется, сейчас тоже что-то такое происходит. И Крещен Роналду находится в тени Дебалы. Ну, надеюсь, Роналду тоже начнет много забивать. Ну, пока что это только у Дебалы получается. В двух матчах он забил четыре мяча в последних двух Ароналду, только два забил. Но, может быть, он все растерял и все свои голы, может быть, потратил именно на предсезонный турнир. Так, у нас вроде вообще никого, никаких предложений нету больше. У нас только за голове, да, мы вот только наблюдаем и все. Так вот, три хороших трансфера. Ну, а так, самый дорогой, кого мы еще могли, Дебалу в Реал. Но мы правильно сделали, что мы его оставили. И вот он, Кваду Асамо, в Тулузу. Попробуем договориться. Так, ну давайте за одиннадцать попробуем с половиной. Десяточку хотя бы, только не психуйте, снова. Вот, десять миллионов. Ладно, давайте примем. Почему бы и нет, Кваду Асамо. Теперь нам надо подыскать какого-нибудь молодого левого защитника. И дешевого причем. Давайте у нас будут самыми быстрыми флангами. FIFA 17. Как раз этот парень был очень быстрым. Вот он, Эльмир Набиуллин. Сейчас он играет в Зените. Наверное, нам не получится его, я так понимаю, да, купить. О, отступные даже лучше будет нам. Все, мы заплатили отступные. Давайте начнем переговоры. Итак, амплуа. Ну что, нерегулярный? Да, это их устраивает. Так, пять лет. Такие молодые игроки должны надолго заключать контакт с хорошими. Игнорирую я, отступные. Не нужны они нам. Так, зарплата, зарплата. Ну сколько у него там может она быть? Давайте двадцаточку предложим. Поддаю. Че? Ну, походу, с Набиуллиным мы не договоримся. Через неделю только. А сколько у него зарплаты? Это вообще надо было, наверное, последить. Но нас и времени тоже не было следить за Набиуллиным. Поэтому давайте мы какого-нибудь другого левого защитника, может быть, найдем из АПЛ-ки хоть. Защитник левый АПЛ. Хорошие там должны быть. Так, он недавно перешел. А вот есть один замечательный парень, тоже левый защитник. Александр Зинченко. Почему бы и нет? Предложим цену. Ну, не знаю, десяточку, наверное, надо подать. Да, ну, наверное, он дешевле действительно стоил. Но все равно, давайте начнем переговоры про Зинченко. Теперь мы уже с самим Александром. Да, 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 перспективный. Четыре года пойдет. Игнорирую я отступные. Так, ну, что-то зарплата там. Шестьдесят давайте хоть. Ну, тогда изменим подписной. Восемьсот. Ладно, пофиг с вами. Принимаем. Александр Зинченко теперь будет играть в Ювентусе. Это отлично. Так, а само там еще. Кстати, а само-то еще как бы и не перешел. А мы его уже, типа... Бенатия в Барселону нет. Кстати, Арсенал больше всех хотел. Мы даже уже согласились с ними, но там уже... А, там... За него выплатили вроде. Да, 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 отступные выплатили за Бенатию Арсенал. Но мы... Успели подписать с ним контракт, так что он остался с нами. Кваду Асамо все-таки, блин, он не перешел. Теперь что делать со самой, я не знаю. У нас Зинченко есть теперь. А Педро переходит в Наполе. Просто все в Италию рвутся. Кто-то уходит, наоборот, из Италии. Ну и интернациональное окно закрыто. И игроки, естественно, отправились в сборные. Так, значит, мы... Сергей Милингович Савич, что ли, стал лучшим игроком? Сейчас мы посмотрим. Банучи нам не нужен. Зинченко за десятку купили. Че, где этот-то? О, Маркус Рэшер, Дотманску Баруси за 36 миллионов там перешел. Настазий Чеврялся Седат. Так, ну здесь все такое. Так, ну давайте потренируем мы молодежь. Она у нас есть. Нападающих только Манджукича, поэтому мы его и качаем. Нету сборной Хорватии, поэтому он и не поехал. Косту почему-то не взяли в Бразилию. Странно. Ну да, там сейчас Каутиньо, Неймар на этом фланге. Давайте Пьянича. Босния и Герцеговины тоже нету. Ну, давайте мы попробуем штрафные. Что там у тебя по штрафным-то? У тебя хорошее все точно. Штрафные 91. Поэтому давайте молодежку, может, покачаем бинтоктуру. Вот. Контроль в дриблинге. Защитника, естественно, это я покачаю Зинченко. Вот он, левый защитник, 70 рейтинг. Ну и обоих голкиперов у нас забрали. Ну и Белерина тогда. Я ему хочу дать ситуацию. Не-не-не, не среднюю. Надо ему высокую дать. Но, чтобы связано было с дриблингом. Вот. Ну что же. Надо еще посмотреть, какой номер теперь у Сашки Зинченко. Он сюда зашел. Может быть, это и плюс Зинченко. Там мне больше даже нравится, чем Набиуллин. Поэтому сейчас мы посмотрим. 16 номер, неплохо Александр Зинченко. Ну, естественно, мы не стали как-то с Гвардиолой что-то там размусоливать. Мы просто предложили десяточку. Но он действительно стоит дешевле. Ну, мне кажется, он стоит того. Итак, друзья, давайте мы сыграем сегодня вот этим составом. Но Зинченко здесь. Теперь посмотрим на его игру. А само, сам виноват, не перешел. И игра против Киева. Ну, мы готовы, если честно, к ней. Домашняя игра. Но дома как-то у нас не очень даже получается. Почему-то один голый, тот с пенальти, и тот Марио Манджукич забил. Но второй матч как-то и поинтереснее был. 3-1. Но тоже мы пропустили с пенальти. Так что пока что у нас 1-1 по пенальти. Мы один забили, и один пропустили. Хотя в этот момент как-то получается, что идут именно на него. Хоть он и полузащитник. Но на мяче он часто в нападении. Манджуки! Чудо-гол, друзья. Это чудо-гол. И отлично. Марио Манджукич вколачивает этот мяч. Манджукич, посмотрите. Я думал просто Манджукич в офсайде был, поэтому решил сразу пробить. Но и так залетело. Посмотрите, как шикарно. Скидыщ! Па-бам! От перекладины. Марио Манджукич пока что на домашнем стадионе. Он главная звезда. Уже второй гол забивает. Немного поменьше ему давать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На ошибке. Пропускаем. Ну да, здесь просто вылез прямо из обстоятельной ловушки Рикардо Мейк-Джорини. Первый гол в чемпионате Италии. И Бентактур кладет там уже голкипера к воротам. Уронил его и шикарно низом спокойно вот. И он забивает перед самым перерывом. Выходит Ювентус снова вперед. И снова, если я не ошибаюсь, там Манджукич вроде подействовал в этой атаке. Да, вот здесь Маркизи аккуратно отыгрывает. Манджукич ставит корпус. И шикарный голевой пас на Бентактура. Который неплохо потренировался, когда вызывали игроков в сборной. Хотя вот только вышел. Но ладно, выпустили мы Пьянича. Ничего. Но победа 2-1. Обидно, что пропустили. Но шикарный гол Марио Манджукич. Это действительно. И он лучший игрок сегодня, несомненно. Итак, нам приходит пресс-конференция. И Дешиле говорит нам спасибо. Это не за что. Итак, давайте теперь восстановим всю нашу тренировочную систему. Так, Манджукич. Ситуация в атаке все так же он и качает. Здесь, здесь. Давайте Роналду покачаем. Потому что что-то у него вот рейтинг 93. Должен быть 94. Так, здесь Дебалу я все-таки буду качать. Здесь я Зинченко продолжу. Но здесь все так же Алисона. Ну, что-то вот неудачно потренировались. Приходит нам два сообщения прямо перед матчем. Интересно. Роналду, естественно, хочет. И мы это понимаем. Давайте. Рафаэль Уиски. Ну и давайте посмотрим, что там за состав у Базеля. Только Марика Сухи знаю. Больше никого. Ну и хочу похвалить Амарио Манджукичу, хоть он и не сыграет, наверное, в этом матче. Выпущу я вот этот состав. А Карин Бензема получает травму. Уже вот Неймар хэтрик забил в ворота Ромы. Эриксен двушку вместе с Ассенсио забили. Ну что же, группа у нас действительно легкая, мне кажется. От спорта и Хофенхаймом будем, наверное, бороться за выход в Лигу Чемпионов в 1-8. Ну а так, друзья. На этом все. С вами был Андрей Хорев. Канал Футбол. До свидания.